Груша дикая, потом дальше идут сорта смороды. Татьяна Лисичкина доброведая, деякая культура, разом с одноклассниками часто допомогая на питомнику. Зараз тут 3000 саджинсов. Школьники их поливают, навык шаранковать научились. Садовины и ягод летошней осенью было столько, что хапило на всех. Урожай мы собираем летом, приходим сюда с родителями. То есть собирали в прошлом году смороду. Собирали много, была довольно крупная и сильная. А что вы с ней делали потом? Варили варенье или замораживали. Всю летней весной вышли и на Краснопольский рынок. Зарабили 700 рублев для школы, за эти гроши закупили фарбу и необходные стенды. Однако проекты, которые ожитивляют пашаповские педагоги и учени, не только делят прибытку. 40 малозабеспеченных семей района отримали без выплатно с питомника по 20-30 саджинсов. Неколе забытое садоводство начинает драджаться. Те, которые очеринки уже были нам как бы ненужные, мы предложили взять детям. Многие дети уже дома начали развивать данную зеленую экономику. И как для семей социальных и малообеспеченных это доход дополнительный. Питомник закладывали в 2015-м годе. Зараз Мясцовый фонд развития «Стартусход» отримал подтримку на дальнейшие проекты. Сейчас в рамках этого проекта мы усиливаем питомник существующий, мы добавляем сюда саженцы, добавляем сюда два новых направления. Мы добавляем сюда цветоводство, это будет теплица с цветами разведения, и добавляем сюда выращивание декоративных кустарников. Это питомник должен стать учебным центром для всего полночного сходного региона в области. По проекте такие же объекты худка плануются строить еще в двух школах Краснопольщины, в будущем и в других районах. А в соседнем Казелле появится фруктовый сад. Вот из этих яблонь, груш и вишни, которые вырастили почаповские учни. Снежина Крижевич, Олеся Рыбалка, Александр Тарасов. Новины региона.